ДНК ДНК состоит из генов, которые в свою очередь составлены из четырех азотистых оснований, которые обозначают буквами А, Т, Г и С. В людях эти основания составляют 3 миллиарда пар, которые по сути являются инструкцией всего, что нужно делать клеткам вашего тела. Все, что мы есть, от внешнего вида до поведения, объясняется организацией этих четырех биологических соединений. И ученые нашли связь между организацией генов и некоторыми особенностями, которыми вы обладаете, от пола и цвета глаз до заболеваний, которые могут у вас развиться. Впервые анализировать и сопоставлять гены человеческого тела начали в проекте «Геном человека». На первоначальный проект ушло более 10 лет и 3 миллиарда долларов. Над ним совместно трудились команды со всего земного шара. Сейчас то же самое можно выполнить за несколько дней с меньшей командой и всего за 4000 долларов. И чем больше последовательных геномов мы соберем из растений, микробов или людей, тем больше мы можем сравнить и противопоставить внешние признаки с комбинациями генов, которые мы находим внутри. Это именно то, чего проект когнитивной геномики надеется достичь. Исследуя более 2000 человек с IQ выше 150 и планируя внести еще 20 тысяч испытуемых, исследователи Института BGI в Китае ищут генетическую подоплеку интеллекта. Другими словами, они изучают ДНК тысяч умных людей, чтобы найти структуры, ответственные в первую очередь за их интеллект. Конечно, это намного сложнее, чем выявлять генетические заболевания. Болезнь Тея Сакса и синдром Хантингтона вызваны единичной мутацией гена, выявить которую легко. Волосы и цвет глаз в то же время зависят от множества взаимодействующих генов, но при тщательном анализе их тоже можно предсказать. Но особенности вроде интеллекта — это почти наверняка результат уникального взаимодействия тысяч генов, которое ученым еще только предстоит открыть, и, возможно, им это никогда не удастся. Но что, если получится, тогда это может быть будущие детей гениев. С появлением экстракорпорального оплодотворения вы можете создать множество эмбрионов и сканировать их ДНК. Затем ученые, основываясь на генах, смогут распознать, какие характеристики наиболее вероятны для каждого эмбриона, по сути, позволяя родителям выбрать, какого ребенка они больше всего хотят. Например, у этого эмбриона есть 50-процентный шанс стать великим музыкантом, а у этого 58% иметь IQ более 150. В этом случае, не изменяя генетическую информацию, а скорее исследуя ее, у нас и правда может получиться увеличить интеллект будущих поколений.